Ну что, здорово, народ! Мы на провинции, это третий сервер, не четвертый, как обычно, но третий, потому что на четвертом пока что есть некоторые проблемы. И на провинции сегодня ночью вышло обновление, которое все игроки ждали, наверное, полгода, может, плюс-минус чуть больше, чуть меньше. Тут, кстати, какой-то крутой уазик стоит около банка, зацените. Собственно, на штампах, конечно, странно выглядит, но, тем не менее, неплохо. И Tesla, Tesla прикольно выглядит. Ладно, на самом деле, это не самое главное. Самое главное, что сегодня вышел Carpac, который в прошлый раз выходил очень-очень давно. И что самое интересное, он вышел из машин, которые вообще не были анонсированы. Ну, почти не были анонсированы, да. Некоторые из них были анонсированы, но не все, которые мы ждали. Из тех машин, которые новые, вышел только Aventador. Ну, Mustang заменили. Ну, Aventador тоже, да, заменили. Но, так скажем, все равно чуть-чуть другая модель, поэтому я считаю, что все-таки машина новая. Что еще? LFA, Mustang, M4, 400Z, Z-ка новая, A90 Supra, это вообще, конечно, жесть. Тоже, по-моему, вообще нигде про нее не говорили. Liase, по-моему, они очень дорогие, но мы на это обязательно посмотрим. И куча, получается, автомобилей с исправлениями. Еще на M6 добавили, насколько я понимаю, обвесы, но, к сожалению, я не смогу посмотреть, потому что у меня, во-первых, нет M6, во-вторых, нет денег, чтобы ее купить, особенно на третьем сервере. Но, как минимум, мы сможем посмотреть на новые машины. И я, наверное, сделаю всем услугу, если начну тесты с M4, потому что самому пипец, как интересно. M4, о, да, обалдеть. Блин, и кто бы мог подумать, что она будет на провинции? Так, звук у нее понятно, от какой машины, окей. Я даже не знаю, я даже не знаю, что сказать. Блин, мне нравится, мне нравится, как она выглядит. Сейчас попробуем открыть ей сразу все, что есть. Почему-то здесь вот эти задние двери еще имеются, хотя это купешка. Неужели можно садиться назад? Но, скорее всего, нет. Слушай, офигеть, модель какая-то лютая вообще. К сожалению, без камхака, ну ладно, пофиг, без камхака посмотрим, посмотрим так. В принципе, так тоже возможно. Давайте сейчас чуть-чуть приподниму персонажа. Окей, стрелочки не работают, но здесь, потому что очевидно, да, здесь электронная приборка, все такое. Поэтому стрелочки не работают. Так, поехали. Ну, кстати, в стоке ей она неплохо, стоит, по-моему, 8,5 миллионов у нее цена. Это, на самом деле, немного меньше десятки. Я думаю, что они будут ездить по серверу, потому что машина очень, ну, она новая, она, в принципе, в жизни новая, она актуальная. И я думаю, что много кому нравится. Но выглядит она прикольно. Слушай, очень круто. Что-то я прям удивлен, что я добавили в провинцию, если честно. Я прям ее уж не ждал. Вот ближайший, наверное, новую BMW, которую я ждал, это F90, LCI, это стайлинг, который тоже недавно анонсировали. Но, к сожалению, в этом Карпаке ее не оказалось, как и много-много других машин, которые тоже анонсировали. Ладно, давайте посмотрим следующую машинку из интересных. Это Aventador, наверное, S, потому что я тоже его ждал. А, не, подождите, вот здесь есть Nissan 400Z. Давайте его, пока я его нашел. Обалдеть. А я вот, честно говоря, не знаю, сколько он стоит. Может быть, он, кстати, из контейнеров или нет. Блин, вообще, на самом деле, странная машина, которая вообще в провинцию, честно говоря, не вписывается. Потому что, ну, камон, эта машина никогда не продавалась в России и не будет продаваться в России. Я, честно говоря, хозяин. Честно, не помню, в автослоне она или нет. Надо посмотреть. Если она в контейнерах, то, в принципе, нормально. Но, опять-таки, очень странная машина. Какая-то такая футуристичная. И, опять-таки, в рамках провинции смотрится, ну, очень странно. Не знаю, зачем ее добавили. Так-то прикольно, но непонятно, нафига она нужна на провинции. Супра, Супра, Супра. Вот, Супра А90. Тоже ее возьмем. Блин, ну, на провинции, честно сказать, на провинции машины самые крутые. В плане, то, как они чувствуются, то, как они выглядят. Вот если со всех серверов сравнивать, да, на провинции машину лучше всего всегда выглядит. Как-то, ну, не знаю, реалистичнее, что ли, или как это назвать, не понимаю. Тоже стрелочка бегает. Ну, это BMW-шная там была экран, если что. Как обычно. Точнее, ну, как в новой Супре-то и есть, да, по сути дела. Ну, может, это же BMW с задком. Ну, моделька неплохая, моделька мне тоже нравится. Блин, колеса, колеса очень круто у всех тоже машин выглядят. Единственное, что понятно точно, что все эти машины на новых настройках, то есть уже на обновленных хендлингах, они уже едут не так быстро, как хотелось бы. Поэтому могу сразу сказать, что они пока что не будут пользоваться популярностью, просто потому что новые настройки, машины чуть-чуть душные, по сравнению с теми, что уже есть на проекте, да, и со старыми моделями. Поэтому, ну, как-то так, придется с этим мириться. Надеюсь, что модельки, которые обновили по типу Феррари там и так далее, им тоже исправили хендлинги, потому что у Ферры был блюдский хендлинг, из-за этого ей никто никогда, ну, на ней никто не ездил. Хотя она существует на проекте уже несколько лет, при этом на сервере, ну, их реально очень мало. Окей, забьем на, пока что, на Супру. Прикольно, круто, интересно, но хочется Авинтадор посмотреть. Он, по-моему, сверху, потому что он, ну, начинает... А хотя бы, нет, подожди, это же Ламборгини, это же не просто Авинтадор. Новый Авинтадор. У него есть активный спойлер, у него есть съемная крыша, которая не в цвет. То есть, как бы я бы не хотел, она будет не в цвет, окей. Ну, Авинтадор как Авинтадор. На самом деле, я хотел бы, чтобы добавили обычный, не С-Родстер, потому что, ну, мне он не очень нравится. И как бы, из-за того, что он Родстер, у них вот эта часть немножечко меняется, вот эта вот часть у Хуракана, в том числе, когда, ну, Хуракан Спайдер. Короче, не лучше. Не то, что мне больше всего нравится. Слушай, ну, вообще-то... Не, прикольно, с активным спойлером теперь. Авинтадор теперь круто. И у него новая настройка. Да, у него новая настройка, однозначно. Не, Авинтадор, Авинтадор все-таки крутой. Ну, он, по крайней мере, лучше, чем был, потому что та модель, которая была, она была ужасна. Единственное, что не пофиксили номер. Номер также просто вот... Хотя, не, подожди. А, нет, пофиксили. Все-все-все, пофиксили, окей. Я думал, в чем прикол. Я думал, он просто так же висит, ну, на воздухе. А ему сделали, видите, специальную такую фигню, на которой номер висит. Lexus LFM. Машина, которая была тоже обещана еще несколько лет назад и вышла только сейчас. Спойлер, она стоит 50 миллионов, потому что это я уже увидел. Это я уже узнал. Но, ой, он еще и не... Даже не знаю, быстрый или не быстрый. 3.1 в стоке. Активный спойлер. Огромный активный спойлер, между прочим. Который также, скорее всего, не поднимается. А, нет, подожди. Этот поднимается? А почему у Aventador тогда не поднимается? Непонятно. По поводу цены люди начали, я видел, негодовать. Мол, как это так? Такая какашка стоит, условно говоря, да, 50 миллионов. Но, на самом деле, машина в жизни довольно эксклюзивная, довольно редкая и довольно интересная. Да, вообще, я считаю, что правильно, что они добавили именно за эту цену, потому что, во-первых, их должно быть немного. Опять-таки, основываясь на том, что в жизни их немного. И на провинции очень мало машин свыше 30 миллионов, поэтому выбрать там особо не из чего. А сейчас есть LFA, который можно, так скажем, поставить в ряд, ну, вместо устройства, допустим, купителя для Ferrari и так далее. Ну, короче, просто в бюджете 50 миллионов вообще не было машин. В принципе, как и 40, как и 60. Теперь где-то там затесался LFA. Поэтому, в принципе, почему бы и нет. Такс, подкатываем к автобусам. И давайте посмотрим, что там добавили. По-моему, то ли 2, то ли 1. Ну, пока сейчас мы узнаем. Да, я уже вижу. Я уже вижу. Господи, 14250. Я правильно понимаю. 23 миллиона экспортный. Лиаз 677. Правильно? Обалдеть. 23 миллиона. А еще вот этот получается. А, тоже. Его тоже добавили, кстати. 10 миллионов он стоит. По-моему, вот это новый. Да, это новый автобус тоже. Вот этого Лиаза тоже не было. К сожалению, я не могу его так посмотреть. Ну, можем вот так его заценить, пока он крутится. 9200 он стоит. Окей. Этот масс был. Это было. Ну, и, по-моему, по автобусам-то все. То есть, 4, сколько? 4 автобуса. Грубо говоря, 3 из них практически одинаковые. Все остальное уже было. Уже присутствовало. И, в принципе, внимания не требует, насколько я понимаю. Ну, в общем-то, как-то так. Вот такое вот обновление. Вот такие вот машинки. К сожалению, посмотрели не все. Потому что у меня банально даже нет М6. А я бы очень хотел бы посмотреть на нее веса. Но, думаю, где-нибудь в свободке уже владельцы 6 серии BMW накидали скринов. Что-то вообще за обвесы. Что-то вообще за приколы. Какие-то тюнинги, не тюнинги. Какие-то элементы. В общем, будем следить. Будем смотреть. А по машинкам, в принципе, все. Вот такие вот новые машинки. На самом деле, рад ли я? Ну, может, конечно, рад. Потому что М4 это то, что вообще не ожидалось. Хотя я хотел ее видеть на провинции, но совсем не ждал. Потому что ее даже не анонсировали. Даже близко не анонсировали. И вот таким вот подарком она вышла сегодня ночью. Будем ждать вторую часть Carpac. Наверное. Вторую часть. Да, наверное. Вторую половину. Потому что еще есть много машин, которые, скажем так, были анонсированы, но не были добавлены на провинцию до сих пор. Поэтому будем ждать. Возможно, она выйдет скоро. Возможно, придется опять ждать полгода. Кто его знает. Но хотелось бы все-таки F90 увидеть на провинции. Очень хотелось бы. На этом все. Не забывайте, что ссылка на провинцию находится в описании. Но, естественно, не забывайте про подписку, про лайк и про комментарий. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.